Здравствуйте, мои хорошие! С чудес начала новогоднее превращение денежное. Но это как обычно. Кто меня не знает, я быстро познакомлюсь. Меня зовут Ольга Мира. И сегодня я буду вести денежную игру, которая так и называется «Любовь к деньгам». На самом деле, девочки, вот все хотят деньги. Все думают, что они любят деньги. И все думают или так считают, что деньги их любят. Вот вы считаете, что вы любите деньги? Поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы мы чутко знали, что мы все здесь по одному вопросу собрались. Вижу свои девочек, кто-то может быть новенький. Я думаю, что и новенький должны быть. Все по одному и тому же вопросу собрались, да. Вот как. Я их люблю, но стесняюсь. Я их люблю, но стесняюсь. И напишет. Не надо их стесняться, их надо любить. А теперь напишите, пожалуйста, кто считает, что деньги их любят. Ставьте два плюсика, пожалуйста. А кто так не считает, ставит так же один. О, Олечка, видишь, как хорошо. Много-много плюсиков. Ну, вот девочки, которые есть, которые пишут, что они так не считают. Мария, Оксана, Юля. Девочки, это уже знак, тот знак, что с деньгами надо работать. Естественно, денежная энергия, вы смотрели, почти все сюда пришли на этот вебинар через Инстаграм и Фейсбук. И вы видели, как я вас больше недели прогревала. То есть я вам давала начальную денежную грамоту. То есть преподносила уроки, что такое денежная энергия и как с ней научиться сотрудничать. А сотрудничать с ней научиться действительно необходимо. Это, если сказать совсем просто, девочки, кто проходил с самого начала и смотрел мои посты, то вы уже должны понять, что это ресурс, такой же ресурс, как и воздух, вода и все, что вокруг нас окружает. Вы же это не можете отрицать. Я имею в виду те, кто уже читал мои посты, кто уже понимает, о чем я говорю. Также ставите либо плюс, либо да. Вы считаете, что это тот же ресурс, что и все остальное. Девчонки, вы стараетесь все участвовать. Почему? Потому что на самом деле мы сейчас работаем с мозгом. Мы уже начали работу с мозгом. И нам необходимо, чтобы мозг понимал, что на мои вопросы он слышит и через зрительный центр он понимает, что пишет хозяйка. И в голове у вас будут уже другие переосмысления. Вообще это все для вас. На самом деле я это все знаю очень хорошо и давно дружна с ненежной меркой. Поэтому это все для вас, любимых. Да. Кто новенький, включайтесь, подключайтесь и обязательно, обязательно участвуйте в чате. Обязательно отвечайте на вопрос. А те, кто будет смотреть записи, пожалуйста, себе тоже пишите рядом на листочке бумаги ответы, чтобы мозговая реакция у вас уже была, шла. И ваш мозг уже понимал. Деньги любят все, деньги любят все люди на самом деле. Но опасаются, многие опасаются, считают через свои деструктивные убеждения, которые перешли к ним из социума, из прошлых жизней и также от их родителей. Потому что от родителей тоже намного переходит те такие установки, которые мы даже и не знаем, и не предполагаем. Но не каждый человек отслеживает эти мысли. То есть он не умеет отслеживать, следить за этими мыслями. Обычно следят те, кто уже работал с трансформационными программами и проходил обучение с мозгом. Ну может быть и у меня, и у моих коллег, то есть имеет понятие, как работать с мозгом. Так вот, что я хочу сказать. Многие думают, что у них любовь к деньгам. Но, вот вы знаете, какая ваша любимая, давайте, купюра? У кого купюра 5000? Ставим плюсик. Ставим плюсик, кто любит 5000 купюры. Вот такие. Моя любимая. После долларов. Да. После долларов. Это моя любимая купюра. А все ли вы знаете, что нарисовано на лицевой части? Быстро, несмотря на купюры, напишите, что самым главным объектом на лицевой стороне находится. Маяк с обратной стороны находится. Видите, у вас заминка. Памятник Хабарову. Знает только Юля. Понимаете? Что маяк... Что маяк и памятник Хабарову. А вы говорите, знаете. А вы не знаете. Вы не знакомы с этой купюрой. Понимаете? Чтобы любить эту купюру, надо ее знать. Надо ее знать так, чтобы вы с закрытыми глазами могли ее воспроизвести там, на внутреннем экране. Что такое внутренний экран? Как я поняла? Как я поняла, только три человека знают вообще о купюре. Хотя бы что-то. Об этой любимой всеми купюре знают что-то. Остальные вообще не знают. Это говорит о том, что вы не любите. А как она вас полюбит? А никак. Прежде чем что-то полюбить, надо это исследовать. Надо это заучить. Надо это сделать так, чтобы мозг с закрытыми глазами всю картинку воспроизводил. Умеете вы так делать? Кто умеет, пишите да. Кто нет, пишет минус. Так вот, девочки. Не будет вас эта купюра любить никогда и не полюбит. Пока вы с ней не познакомитесь и не начнете ее воспроизводить в памяти так, как вы видите ее в реалити. То есть вот так, сейчас здесь. Я знаю вот каждую черточку. Каждый водяной знак я выучила наизусть. И с одной стороны, и с обратной. С лицевой, и с обратной стороны. Я знаю, как она пахнет. Я могу на вес с закрытыми глазами отличить тысячную купюру, мелкие купюры от пятитысячной. Они пахнут по-разному. И уж 100-долларовую купюру я точно с закрытыми глазами и на ощупь, и на запах узнаю. И смогу отличить от 100 евро и от других дензнаков. Кто может сказать, что умеет так делать? Напишите плюс, кто умеет так делать, как я. Вот поэтому я и берусь за обучение, девочки. Не просто так. Мне одна написала в директ, Ольга, вы же занимаетесь омоложением. Причем здесь денежная тема? Я говорю, милая, я вообще, прежде чем прийти в одну тему, я очень долго работала с вот этой темой. Денежной. И эту тему я знаю, как очень наш. Даже лучше. Но наши деньги точно по запаху разные. Точно, Юля. Абсолютно точно могу сказать. Закройте глаза и перемешайте купюры. И я вам хочу дать такое домашнее упражнение. Возьмите те купюры, которые у вас есть дома. Так как сейчас не у всех купюры есть в наличии. В основном люди общаются через онлайн. Я сразу скажу, что это нехорошо. Деньги дома должны быть. Обязательно старайтесь. Когда снимаете деньги, или вам приходят на карточку деньги, не переводите их сразу куда-то, а снимите какую-то часть и подержите в руке. Это главное правило. Деньги обязательно должны знать хозяина. То есть вы их должны в руках обязательно подержать. Сказать, что вы их любите. То есть напомнить их денежной энергии, что вы их ждете, что их любите, и себя будете любить, и себя будете ждать. Денежная энергия, она такая же, как и любая энергия. Она тоже чувствительная. И вот сейчас смотрите, что сделали. Взяли и все платежи перевели через онлайн. Кто в этом выигрывает, как вы думаете? Конечно, банки. Все средства уходят в банки. Они оттуда уходят, туда и приходят. То есть вот это денежное обращение, ручное обращение, оно почти отсутствует. Ну, чтобы восполнить это, я вам предлагаю периодически снимать деньги и держать их в руках, чтобы не забывать их запах, чтобы шуршать, чтобы делать это вот так. То есть денежный вихрь создавать. Когда я снимаю, например, деньги, я обязательно делаю вот такой денежный, вхожу в денежный поток и бросаю, собираю и опять бросаю. То есть я оживляю свою денежную энергию. И этот ритуал я делаю постоянно. Девочки, и точно знаю, что деньги меня любят, потому что я им оказываю уважение. Деньги надо считать в сантиметрах и килограммах. Это здорово. В сантиметрах и килограммах. Не надо вообще считать по-разному. Так вот, давайте научимся, как деньги воспроизводить на внутреннем экране. Посмотрите на себя внимательно. Или посмотрите, вы сейчас не видите себя. Посмотрите на меня, закройте глазки и постарайтесь увидеть с закрытыми глазами на внутреннем экране. Это будет изображение на внутреннем экране. А теперь опять откройте. А теперь увидите, пройдите по моей прическе и на ваш взгляд зацените ее. Просто посмотрите, где там неидеально лежит волос. И опять закройте. Воспроизведите это в памяти. 20 секунд хватит. Опять открываем глаза. А теперь пошире. Посмотрите на мое платье. И детали увидите на платье. И тоже закройте глаза и воспроизведите это в памяти. На внутреннем экране. Открываем глазки. Теперь увидьте меня и денежную купюру в руках моих. Опять закрыли глазки и воспроизвели это в памяти. Теперь переходим на индивидуальную работу. Вы смотрите на купюру в центр купюры. И видите статую эту. Мужчину. Закрываете глазки. И воспроизводите это в памяти. Открываем глазки. Теперь берете дальше. Расширяете этот квадратик. И пытаетесь захватить. 5000 где написано. И с этим, с этой статуей тоже на внутреннем экране зафиксировали. Закрыли глазки. Опять открываем. Теперь ушли в ту сторону, где водяные знаки. Зафиксировали это. Посмотрели, рассмотрели. Видите, они поблескивают. Зафиксировали. Закрыли глазки. Воспроизвели на внутреннем экране. Открываем глазки. И теперь попробуйте всю купюру, всю, зафиксировать. Опять закрыли глаза. Воспроизвели. И открыли глазки. У кого получилось? Напишите, пожалуйста. Плюсик. У кого получилось? Да, вот у Татьяны получилось. Эти на самом деле как... Получилось у тех, кто уже знаком с внутренним экраном. И у кого не получилось, поставьте минус. Ну, у всех получилось. Ну, почему-то не все написали. Так вот, девочки, обязательно берете купюру, которая вам очень сильно нравится, и с которой вы будете в дальнейшем работать. Эту купюру вы изучите по той же технологии, по тому методу, который я вам сейчас... Который я вам сейчас озвучила. То есть, вы берете купюру, изучаете ее, постепенно расширяете обзор, фиксируете, и с каждым разом шире, шире, шире берете. Слева, справа, снизу, сверху, и фиксируете это в памяти. Чтобы у вас с закрытыми глазами получилось видеть всю купюру целиком. Все, что там изображение, водяные знаки, год, ну, все, что там нарисовано, цветовая гамма. Вы заметили, что пятитысячная купюра, это красно-оранжевый цвет. Они все отличаются. Но цвет-то легко увидеть, ну, хотя 500 рублей тоже ближе, там сиреневого больше. Это вам домашнее задание, обязательное. Потому что не только с лицевой стороны, но и с другой стороны тоже вы должны знать. Изображение. На ощупь, на запах. И, например, вечером вы посмотрели и легли спать. Закрыли глазки и представили. И засыпаете. Потому что сейчас мы будем работать, не работать, а играть в игру денежную. И вы увидите на самом деле ваше истинное отношение к деньгам. Все люди считают, что они любят деньги. Но вот только Инна сказала, что она стесняется. А стесняется это деструктивное убеждение. Это то убеждение, которое не дает ей принять деньги. И хоть как человек будет работать на приток денег, у него не будет. У него будет тот минимум, который позволяет просто прожиточный минимум, скажем так. Выше не прыгнет человек. То есть не сможет эту планку он преодолеть. Пока не уберет из подсознательных убеждений, которые создают блоки. И эти блоки, конечно, у нас в подсознании. В подсознании много блоков. Сразу вам скажу, потому что я работаю с патетоконсультациями. С патетоконсультациями долго и уже не помню сколько, но точно знаю, что люди даже во сне не могут вспомнить те подсознательные установки, которые у них хранятся в памяти. И когда они их обнаруживают, они искренне удивляются. Неужели это я сказала? Потому что они могут быть перенесены из прошлого, из прошлых воплощений, которые человек не помнит, из архива своей памяти. И мозг это блокирует. У него есть такая функция. Мы приходим сюда, и мозг сразу блокирует эту функцию, чтобы из прошлого мы не переносили сюда все то, что мы знали. Естественно, человеку это непонятно. Но если человека перевести с помощью определенных эмоционных методов, перевести его мозг в другие частоты, альфа, тета, гамма-ритмы, мы на бета-ритмах находимся сейчас, логика. Понимаете, тогда можно зайти в подсознание и именно эти установки перекодировать. То есть убрать те установки, которые отжили, которые уже не являются истинными, то есть не являются правдой. Их можно просто рассоздать и обновить, переписать на новые и запомнить. Почему я давала старую игру на физическом плане? То есть я предлагала написать эти установки на листе бумаги, потом слева их написать, справа ресурсные создать. Левую потом разрезать, левую отрезать и сжечь. Да, это работает, но не все установки человек может выписать. Это 100%. Он сам не может делать, необходима помощь. Во-вторых, если он... Это будет не скоро. Выучить вот эти новые установки и чтобы шаблон новый создать. Это же нам каждый день, по 5-6 раз в день проговаривать эти установки, чтобы они укоренились. Да и чтобы видеть их, чтобы они соответствовали картинке вашей реальности по этим установкам. Тут необходима работа, серьезная работа, чтобы воссоздать новый шаблон. Естественно, люди с этим... Все хотят деньги, но такую работу производить никто не хочет. Вот понимаете как? А деньги все хотят. И существует несколько методов, которые за одну вот такую игру могут человеку помочь. Создать новые установки, которые переведут его на новый уровень жизни. Сейчас мы будем с вами играть в игру. Любовь к деньгам. Я вас веду в легкое состояние. Легкое, совсем легкое. Даже не те, чтобы вы и слышали, и могли осознанно принимать, проговаривать, и слышать, что вы говорите, и приоткрыть глаза, и записать в чате. То есть я вас не буду глубоко погружать. Но подсознание я чуть-чуть вам дверь приоткрою. И сейчас первая часть начнется нашей игры. Она будет проходить... Будет из трех частей состоять. На самом деле четыре этапа, но мы пройдем три. На сегодня. И когда я вам дам команду «Открыть глаза», вы пишите свои установки. То, что вы услышали, то, что вам пришло на ум, вы пишите в чат. И помним, что мы работаем с мозгом. Вам необходимо написать, чтобы мозг увидел, что вы написали. Те, кто работают, у них быстро это все проходит в реализацию, в материализацию. То есть мозг быстро считывает, что человеку необходимо. И он начинает ему полагать. Потому что по-другому. Мозг ваш не понимает, что вам нужно. Любовь к деньгам. А как она... А в чем она заключается? Вы же не объяснили, по пунктам не расписали, как я люблю деньги. И почему я там стесняюсь их. Вы тоже не написали, да? И поэтому мозгу непонятно. Потому что для мозга деньги это ну такое, то же самое, например, как телефон. Или какая-то другая бумажка. Для него это ничего не представляет. Денежные знаки для нашего мозга ну вообще непонятный объект. Пока вы ему не объясните, что он вам любимый. Ваш этот объект. Вот вы объясняете, что ваш ребенок, ваш муж любимый объект. И мозг знает, он видит вашего любимого человека. И вы испытываете нежные, теплые чувства. А вот когда вы видите пятитысячную купюру, вы испытываете такие чувства? Напишите, пожалуйста, да. Кто прям вот так же испытывает такие же любвеобильные чувства, как вот видит своего ребенка или любимого человека. Есть такие? Напишите, пожалуйста, да. Чтобы мы увидели этих счастливчиков. Ну вот и хорошо. Ну вот и хорошо. Значит, мозгу уже понятно. О чем речь? Молодцы! Молодцы! Сейчас мы будем работать не только с деньгами, не только с купюрами, но и с их структурой. С их объемом. Чтобы вы представляли, что это такое. Меня часто спрашивают, Оля, а что такое ресурс? Денежный ресурс. Я говорю, ну ресурс, это такой объем, это такая структура. Если все вокруг нас энергия, это энергия. И каждый предмет, это тоже энергия. И каждый предмет имеет структуру. Значит, и деньги, каждая купюра, она тоже имеет структуру. А вот объем каждый человек должен осознать сам. По мере того, как это он может осознать, как он может это принять, исходя из своих установок, которые у него заложены в подсознании. Каково у него принятие, как он работал с деньгами. Тут много факторов, и вы сейчас это поймете. Закрываем глазки. Не задумывалась, иначе пишет, не задумывалась. Ой, на сегодня будет очень интересно, конечно, для всех. С деньгами работать надо всегда. И деньги требуют к себе уважительное отношение. Это я вам точно могу сказать, потому что я работаю с деньгами всегда. С определенного момента в моей жизни я каждый год обновляю свою денежную структуру, обновляю свой денежный объем и перехожу на новую ступень. Финансовую ступень, я так называю. И в этом году я решила серьезно показать людям, как это делаю я. Вот это начальное мероприятие, и сейчас вы уже увидите, как можно совсем просто начать работать с деньгами. Закрываем глазки. И теперь глубоко вздохнули и представили, увидели себя как будто со стороны. Но вы видите себя и видите вокруг себя все. А теперь определите место, где будут находиться деньги. Это может быть перед вами или где-то в другом месте. Просто определите, где вы хотите увидеть деньги. И опять глубокий вздох, вдох и на выдохе видим. Видим прямо перед собой деньги. Они появляются перед вами и вы их видите как огромные стопы либо по-другому. Важно увидеть этот ресурс не как бумажные. Важно увидеть, почувствовать их как некий объем. Когда вы представляете, например, вы садитесь покушать и кладете в тарелку ровно тот объем пищи, который вы можете скушать. И вот сейчас вы реально видите перед собой тот денежный объем, который вы хотите увидеть. Увидьте этот объем, увидьте структуру, почувствуйте эту структуру, огромную структуру, почувствуйте их сознание, потому что деньги имеют сознание, мы сейчас с ними говорим. Почувствуйте их качество, внешний вид, все вместе и посмотрите на деньги. Внимательно посмотрите, какие чувства, какие желания они вас вызывают. Посмотрите внимательно и здесь главное девочки не лгать, не лгите само себе. Посмотрите, что у вас, какие мысли идут, что вы чувствуете, глядя на такой огромный объем денег. Зафиксировали эти мысли, глубокий вдох и открываем глазки. И теперь пишите, что вы почувствовали. Помним, мы работаем с мозгом, пишите, что вы почувствовали сейчас, какие чувства, какие желания у вас возникли. Пишите быстро, вам главное написать, пока вы это помните. Пишем быстро. вот все те моменты, которые пошли у вас на уровне чувств, на уровне сердечной чакры, не задумывалась, а не надо было задуматься, надо просто мысли чувствовать. Радость и сомнение, да? Масса была липкая, чувство брезгливости, понимаете, да? А кто-то радость, волнение и машину. Здорово. Радость, сомнение. Мария, хочется больше. Недовольство. Почему так мало? Так, гардероб обновила, ремонт ванной, все купюры новую по пять тысяч хрустят. Радость, удовлетворение. Деньги увидела. Сначала радость, потом груз ответственности, тяжесть. Девочки, фиксируйте это. Груз ответственности, тяжесть. Желания их нет. Лежать себе красивенькие, полные, полная шифонера. И нет проблем обналички, когда выдаю зарплату своим работникам. Супер. Удовольствие. Я хотела бы, я захотела эту большую кучу денег взять в руки, и потом я увидела рядом сейф огромный. Захотела туда красиво стопочками положить. Желание познакомиться с ними, но есть страх. Да. какие еще? Не стесняясь, пишите, пишите, и запоминайте эти. Именно с этими чувствами вам необходимо будет работать. И на уровне логики необходимо работать это не один раз, не два. Точно. На уровне логики работает это ежедневно и фокусировки делаются пять-шесть раздель. Особенно вот те, кто липкая, чувство брезгливости. Помним, да, Елена? Недовольствие. Почему так мало? Недовольство. А могла же наоборот сказать. А сейчас я это приумножу. Недовольство это говорит о том, что человек думает, что кто-то это сделает. Еще желание брать в руки и прямо чувствовать. Люблю ходить в магазин, когда в сумке два сантиметра денег. Ну что, девчонки, вы молодцы. Молодцы. Хорошо, с первым этапом справились. А теперь смотрите, следующий этап и следующий этап на самом деле интереснее. Давайте также приготовились. Помним, мы не лжем друг другу себе и деньгам. Вы сейчас находитесь, вас никто не видит. Вы работаете на самом деле сама с собой. Под моим чутким руководством. Закрываем глазки. И теперь глубокий вдох и на выдохе мы встаем на место денег. Мы меняем место. И теперь осознаем, чувствуем сознание денег. мы я это деньги. Я есть объем денег. Осознаем их структуру в себе и буквально сразу, через несколько секунд принимаем их качество и объем. То есть мы есть этот огромный объем денег. и теперь с позиции денег вы смотрите на себя. Уже не на себя, а на того человека, так как глазами денег смотрят, который сидит перед вами. И теперь внимательно, очень внимательно посмотрите на этого человека. Что вы сейчас чувствуете глядя на него? Зафиксируйте это ощущение, чувства, какие желания идут у вас? Что вы чувствуете? Хочется ли вам к нему идти? Или может быть у этого человека каких-то чувств, качеств не хватает? Или может быть он вас неждевок, занят какими-то делами, и вообще на вас не обращает никакого внимания? А может быть он выглядит жалко, боится вас принять? А может чувствует отвращение? Потому что он считает, что вы грязные, липкие? Или может быть вызывает у вас сострадание, что этот человек не выдержит вашу структуру, ваш объем? а может быть у вас печаль образовалась, глядя на этого человека, что ну не забуд, поэтому не иду, не готовы принять, а и поэтому они не готовы прийти, видя нет степени готовности. может быть они мы видим, что каких-то качеств не хватает, а вот каких качеств не хватает, увидьте, лично вы увидите, каких качеств не хватает у этого человека, чтобы принять весь денежный объем, который он создал, и в котором вы сейчас находитесь. Вы прям чувствуете это. Вы вот хотите войти в него, влиться, соединиться, прорасти в него, чтобы порадовать, чтобы сделать легче, облегчить жизнь ему, чтобы проявиться как-то в жизни этого человека. Но у него нет этих качеств. Запомните эти качества. Глубокий вдох, открываем глазки и пишем, что вы увидели перед собой. Каких качеств не хватает, что происходит? Почему деньги не идут? Что они увидели? Что вы глазами денег увидели в себе, когда стали тем ресурсом, тем самым нежным ресурсом, их объемом, их структурой. Пишем. я не поняла, что чувствую. Нет чувств? Уверенности? не хватает уверенности сил. Я не поняла. Видите, нет чувств. Значит, нет чувств. Уверенности и сил не хватает. Этот человек очень далек от меня. Он просто недостижим. Пачка денег залезла ко мне под клет. Сидим, раскидываем деньги и думаем, на что потратим, болтаем. Здорово. Увидела человека, который на несколько порядков ниже меня денег. Не веря, что деньги придут. Желание обнять и помочь. Пишем, пишем. Какая-то преграда. Не пойму. Деньги возмущены. Почему так боишься нас? О как! не хватает открытости и желания работать с деньгами. Татьяна, как всегда, с флагом хочу идти, разглаживает нас, купюры заботятся, складывается всегда по порядку, по обуванию, не жадену, приношу пользу другим. Инна, безответственная гражданочка, которая даже деньги не считает никогда, только верит, когда их уже нет. Наталья, горело лицо, руки, и все было хорошо, внутри возникла теплота и нежность, даже, как озвучить, возникло же заняться любовью, правильно, что это было. Я тоже первый раз, когда играла в эту игру, у меня был вообще сексуальный оргазм, прям реально. Деньги были очень серьезными, серьезными, большими, а себя я увидела напуганной и маленькой, но походу, как ты говорила, мой образ расправлялся и рос, и деньги радовались. Здорово! Все написали, что видели? Увидела, что боюсь денег, и хочу денег, и боюсь, будто боюсь не справиться, неправильно потратить, деньги и печалились. Кажется, этому человеку не нужны деньги, какое-то безразличие в лице жалко его. Понимаете, что видит энергия, денежная энергия? Именно то, что вы сейчас прописываете, каждый из вас. кто почувствовал сексуальную энергию, сексуальный оргазм, это нормально, это значит, вообще денежная энергия, энергия проходит снизу, она, вся материальная основа лежит в земле, мы и живем на земле, естественно, деньги, это материальное, это не что-то такое, что мы представляем. И, естественно, энергия, она поднимается у нас через первую чакру. Если все налажено с предками, и энергия, родовая энергия поднимается легко во вторую чакру, где она преобразуется, обменяется сексуальной энергией, и уже более таким мощным потоком поднимается в манипуру, там, где денежная энергия дальше идет, соединяется потом с верхними энергиями, сердечной чакры. Естественно, если у вас поток хороший, энергия, сексуальная энергия без блоков, вы, конечно, почувствуете, как и я чувствовала, так как я работаю с сексуальной энергией в женском направлении очень долго, я чувствовала реальный оргазм, реальный оргазм. Я с землями занималась любовью. я купалась с ними, я занималась своими любовью. Ну да, здесь никого нет чужих. И деньги это чувствовали. Эта энергия прямо она очень чувствительная. Я вообще женщинам всегда рекомендую, если нет денег, необходимо обязательно на какие-то практики, где вы вот этот поток женской энергии усилите. у вас они обязательно придут, они сразу быстро чувствуют это и поднимаются. Так вот, это нормальное ощущение. Мурашки бегали по телу, бегают по телу до сих пор. Да, было что-то похоже на возбуждение, связанное со страхом. Оля, обожаю тебя, я вас тоже люблю. Я очень люблю людей и своих девочек вообще. Все мои девочки, которые приходят на мои мероприятия, независимо от возраста, самые молоденькие девочки, которые в возрастном периоде, они тоже девочки. И, естественно, вот эта любовь, она во мне присутствует. Девочки, эта любовь, я тоже развивала в денежной энергии, потому что у меня тоже были казусы. Я не зря пришла в эту тему. Каждый человек, который присутствует сейчас на этой игре, не просто так он присутствует. Те, у кого вообще замечательно за играми, его не притянет именно на такие мероприятия. У него все нормально. Когда-то меня заставила жизнь работать с денежной энергией, и я в эту любимую, в эту игру включилась сначала осторожно, потом более осознанно, а сейчас это моя любимая игра, которую я поддерживаю на протяжении всего года. Каждую пятницу я добавляю энергию на достижение моих целей. И в конце года, вот в это самое время, в которое мы сегодня собрались, до 19, до 22, до 20, до 20 числа необходимо разрешить все заторы убрать, рассоздать эти заторы, выявить эти заторы, выявить якоря, преграды, все, что блокирует поступление денежной энергии в нашу жизнь. Денежная энергия, она трансформируется в купюры из этой энергии, и мы получаем здесь сейчас уже продукт, это купюра. Естественно, нам необходимо научиться владеть этой структурой, и вот вы сейчас жили с ними. На короткое промежуток времени, вы вжились, вы почувствовали, вы реально почувствовали, любовь ли у вас, сексуальная ли у вас любовь, или у вас вторжение. И вам необходимо понять, что с денежной энергией девочки один раз проработку сделать, это неправильно, не то, что неправильно, но это смешно, это просто смешно, с денежной энергией необходимо работать постоянно, чтобы у вас была взаимная любовь, чтобы деньги к вам шли, и вы их притягивали к себе, были денежным магнитом. С денежной энергией работать надо постоянно, всегда. Я пропустила игру. Будет запись. Будет запись. Можно будет, девочки, запись будет, она будет в следующем мероприятии, на которых я вас приглашу. И вы можете пересмотреть несколько раз и пройти ее. Это тоже мой подарок для вас. Вы понимаете, к Новому году же близится и я готовлю подарки. Я уже в роли Снегурочки и у меня много для вас подарков. И подарки как всегда ценные. Я знаю, что моим девочкам необходимо. То, что я люблю, то и девочки мои любят. Конечно, это так и случается. Так вот. Сейчас вы поняли, где у вас блоки. И каждый раз, когда вы будете проходить эту игру, вы будете больше. Вы выписываете эти блоки. Прописываете. И каждый раз вы работаете с ними. Вам будет, может быть, еще такой момент быть. Вы проработали, например, некоторые спрашивают, Оля, я проработала целый список. Через некоторое время появился другой. Поэтому я и говорю, что с этой энергией необходимо работать всегда. Мы же живем в социуме. Вы представляете сейчас, что люди говорят? Вы же слышите. И у вас неосознанно, кто не работает с мозгом, не работает с позитивным настроем каждый день, тот реально может вот эти деструктивные установки подхватывать эти программы, которые идут через СМИ, через рядом, которые люди на работе. И они также у вас опять идут в голову. Куда? В подсознание. И они там оседают. И мозг опять начинает создавать старые структуры. Мозгу очень легко быстро создать тот шаблон, который мы рассоздали. Ему сложно создать новый. Но не сложно. Вернее, я неправильно сказала. Не сложно. ему дольше создавать новый шаблон, потому что ему необходимо выстроить сеть, новую нейронную сеть. Естественно, здесь нужно время. И поэтому с этим необходимо работать всегда. Придет, если хорошая новость, придет такой момент, когда вы, вот как я сегодня с вами играю, а у меня вообще такие шикарные идут инсайты, такие, как пинг-понг такая игра, приятно с теми, обмениваемся с деньгами, и у нас вообще все замечательно. И вы к этому придете. Но только в том случае, если вы примете тот путь, на который я вас направляю, вы будете работать постоянно с деньгами, и не слушать, что там где-то говорят, ну что они говорят, ну пусть они говорят, это их выбор. Это выбор людей, которые выбирают то, в чем они сейчас. Они не понимают, что это они создают словами, материализуют через слова. И все это проявляется в материи здесь и сейчас. Если мы увидим телефон, то это энергия. Ну как она проявилась, эта энергия? В телефон. Мы создали, мы захотели, мы какие-то действия совершили. И материализовался сразу объект, телефон. И так же все в нашей жизни. Если мы будем деструктивно думать о деньгах, об этой структуре, вот точно так же это и будет. Но если мы поменяем здесь, не все любят, когда я говорю это, поменяем, подкрутим винтики в голове, то все будет по-другому. Когда-то я подкрутила себе винтики. И подкручиваю до сих пор девочки. И девочек своих тоже рекомендую, даже не обучаю, а рекомендую тоже так делать. Потому что я плохого не посоветую точно. Потому что я очень люблю людей. Естественно, когда человек начинает по-другому думать, он по-другому начинает чувствовать. Он по-другому начинает носиться к этой энергии. И энергия, естественно, начинает в обратную сторону зеркалить то же самое. Некоторые говорят, я вот на первом этапе видела там, говорила, я люблю там, ты-ты-ты, все такое ресурсное. На втором этапе все деструктивное. Но это говорит о том, что человек где-то лжет. Потому что на самом деле это зеркало. Это зеркало. И деньги это тоже зеркало. Они зеркалят. Они тоже, они зеркалят то, что у вас внутри. Я могу это вам как пример сравнить, чтобы вы поняли, как это работает, что прям легло у вас в подсознание. Например, вот опять же с отношениями. Некоторые говорят, я не могу познакомиться с мужчиной. Вот они меня как боятся. Но если ты там чувствуешь вот это опасение, что страх мужчины, если в прошлых отношениях это было и поселилась опаска, и человек еще не говорит женщине, не говорит ничего об этом, но у нее красной строкой так придет, что я опасаюсь. И тот, кто подходит, он уже это чувствует, мы невербально это чувствуем. Либо женщина так хочет выйти замуж, что у нее бегущая строка хочу замуж, хочу замуж. И сразу отталкивает, настолько настойчиво она бьет, что мужчины это видят и бегут, 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 потому что она как охотник. Она меняет мужчина вообще в позицию хочу быть охотника. И он когда видит охота на охоту, он сбегает. Так и тут то же самое здесь и происходит. Необходимо здесь простоет. Все здесь простоет в голове. Сама как ты думаешь о деньгах, точно так же и деньги будут думать про тебя. Сейчас мы добавим деньги как люди должны чувствовать, что приносят радость и пользу. Да, да, Таня, это действительно так и есть. И есть четвертый этап, который реально поможет это осознать. Закрываем глазки. Закрываем глазки. Вы, главное, не ложитесь, а то уснете. глубокий вдох и прямо сейчас происходит небольшое структурное изменение наших ресурсов на другое качество, на качество принятия денежного потока. Возможно, многие, невозможно, точно, а точно многие не знают, что у нас есть ресурсный канал исцеления. в каждого человека устроен. И все женщины точно им владеют. Я всегда говорю, что женщины все целители. Это ресурсный канал исцеления, восстановления, через который мы сейчас будем работать. Через этот канал также можно добавить те ресурсы, которых недостает. Не всегда в нашем настоящем времени наши родители, которые здесь и сейчас, проявлены здесь, как наша семья, они не всегда могут дать нам полноценное чувство, например, любви, какого-то чувства целостности. Может быть, кому-то не хватило любви действительно, заботы, кому-то ласки не хватило, кому-то тепла не хватило, уверенности, непоколебимости может быть. Знаете, сюда же входит, может входить также ресурс, когда нас не ценят. Также может быть качественный ресурс обновления гормональной системы, гормонального восстановления, чем страдают очень многие женщины. Это тоже ресурс, его тоже можно исцелить. Можете проговорить сейчас еще какие-то ресурсы, которые вам реально не хватают, которые вы считаете, что вас здесь незаслуженно как-то обошли. Это вы так считаете. И прямо сейчас мы можем открыть свой канал ресурсов. есть такие структуры, понятия, как духовные родители. Это те структуры, как раз через которые мы можем заполнить пустые места, хоть как это называть, но именно через них мы можем получить того, что не получили от наших земных родителей. прямо сейчас глубокий вздох, вдох и про себя повторяйте за мной. Я прошу своих духовных родителей через канал ресурсного исцеления прямо сейчас дать мне ресурс уверенности, чувство принятия, уважение, можно сказать самоуважение, гармоничного принятия денег, интереса к деньгам, мотивация для того, чтобы их привлечь, создать, размножать, радость от их получения, спокойно гармоничное принятие в свой мир, в свою жизнь, без страха. без страха или вы можете заменить ресурс, деструктивный ресурс, страх, тревога, вирус нищеты, это когда вы считаете деньги конечным продуктом, и, например, оплачивая что-то, вы лихорадочным мозг соображает, откуда придут деньги-то, чтобы покрыть опять какие-то там прорехи, и от этого не испытывает человек удовольствие, то есть он тратит деньги, не испытывает удовольствие, а деньги-то, они для того, как раз, чтобы взаимобмен происходил, чтобы приносило удовольствие трат это денег, потому что они придут опять, а у вас нет этого ресурса удовольствия, сейчас, правда, прям сразу проговорились, я прошу ресурс удовольствия, и просим ресурс умения осваивать большее количество денег, прямо сейчас происходит заполнение этими ресурсами, которые вы проговариваете, я сейчас замолчу на минутку, а вы проговариваете свои ресурсы, что вы хотите, называете ресурс, который дает вам возможность идти в развитие, потому что деньги как раз это для саморазвития, и почувствуйте, что сейчас идет, открылся этот канал исцеления, эта энергия к вам идет, а вы теперь почувствуйте, через что он идет, у кого-то может идти через сердце, у кого-то через затылок, просто я не буду подсказывать, а вы прислушайтесь к своему керу, и теперь в конце заполнения почувствуйте заполнение этими ресурсами, и теперь необходимо обновить структуру, вы видите себя на двух потоках, как в голову входит поток и проходит по задней части вниз, передний идет вверх, и вы на двух структурах, у вас обновляются чакры, чакральная система, глубокий вдох, и открываем глазки, пишем, что вы увидели, что вы почувствовали, какие ресурсы новые, те ресурсы, которые вы даже и не ожидали, какие к вам пришли ресурсы, покажите мозгу, что у вас произошло. Пишем, пишем. сексуальность кто-то почувствовал, здорово, здорово, потолок, поток чувствовал очень сильный, шел через промежность вверх голове, да, звездный поток через макушку, уверенность, у меня ощущалось расширение всего тела, здорово, здорово, как, на расширение пошло. Уверенность, что я достойна, удовольствие от получения и от траты легкость, когда приходит и когда уходит через макушку, ресурс уверенности и радости обладания деньгами, чувствовал возбуждение внизу живота, шел поток из сердца, уверенность, покоя, мердия шла через голову и грунт, сердце чуть не выпрыгнуло, здорово, спасибо, получилось, просила ресурс с удовольствием и принимать и тратить, а не считать, что деньги кончаются. Видите, как здорово, какие вы умнички, обновления, уверенность, легкость, да, именно это и происходит, именно так и происходит, девочки, запускается процесс обновления, поток шел в руки и тоже снизу вверх, был страх, поток прошел через макушку, нужна проработка более мощная, но в спине тяжа сильная, поэтому я и вам и сказала, предложила почувствовать, откуда идет, откуда идет, потому что исцеление необходимо после этой практики еще проводить исцеление на физическом уровне, и поэтому эта игра переносится следующим этапом, четвертым этапом, в то мероприятие, которое я приглашаю, которое я провожу девятнадцатого. Девятнадцатого это новогодняя денежная карта, это то мероприятие, как расстаться с долгами и привлечь деньги на все сектора жизни. Именно вот страхи, когда испытывает человек страх, это реально тогда происходит, когда у человека есть долги. Некоторые говорят, у меня нет кредитов, значит нет долга. это не о том, это не та история. Здесь проработка необходима, не только финансовая, но проработка между людьми. Энергетические долги необходимо каждый год закрывать энергетические долги. Энергетический долг, он происходит даже когда приучилки не посчитал правильно, не посчитал правильно и где-то не договорился, где-то не проговорил, как он считает. И другой человек не понял и подумал, что он ему должен. Понимаете-ка? И это может остаться долгом. И именно этот долг может блокировать и вызывать чувство страха, и другие дистанции, какие-то чувства и убеждения. На живое мероприятие можно еще попасть? Да, есть еще места, да. вот. И я по себе, девочки, знаю, что каждый год необходимо закрывать энергетические долги. Это серьезные мероприятия, которые прорабатывают настолько вот все аспекты жизни разово, раз и проработали, что потом его необходимо делать в определенное время, в конце года, чтобы не переносить в новый год, чтобы не переносить на растущий новый год все эти долги. Это обязательно делается. Я уже из года в год одно и то же делаю и заметила, что именно это дает мне возможность переходить постепенно на новые уровни осваивать объемы финансового потока. Именно это, что не перетаскиваешь. Потому что, да, мы такие люди, что мы можем и не только подумать неправильно, в ущерб себе, но и проговорить тоже, а можем не договорить. Внутренний счет, он существует. Это тот счет, когда мы сбегаем от разговора, когда мы не узнаем, что человек, противоположный партнер, думает об этом. Просто а, не буду об этом думать, да, или подумаю об этом завтра, или вообще уйду по-английски. Это не проходит. Так именно создаются долг. Необходимо понять, а как ты считаешь, чтобы достоверно сказать человеку, а я вот так считаю, и у меня нет перед тобой долга. Чтобы и там было все ясно, и здесь было все ясно. Чтобы было все понятно. И долги это серьезное мероприятие, через которое закрываются те долги, о которых люди даже забыли. Я уже рассказывала о том случае, я всегда этот случай рассказываю, когда 205 тысяч вернули, в которое вообще участница не верила, и она уже списала со счетов эти деньги, потому что там нереально были, адвокаты не могли вернуть. Девочки, адвокаты не могли вернуть и выбить. Но после тренинга ей сами принесли, когда она уже ничего не задействовала, уже никаких давящих ситуаций не было на этих людей, она просто сказала, да и все, и пусть это все я закрою. И забыла. А они принесли вернули. И она была так удивлена, она просто была удивлена. А что тут удивляться? Она здесь подкрутила, она здесь все правильно восстановила, убрала деструктивные убеждения и перекодировала на новые ресурсы. Долг, который был образован, он просто рассоздался и заполнился другими ресурсными программами, которые сразу начали прорастать в ее структуру. А прорастать это значит приходить деньгами, как прорастать денежная структура, она как может прорасти в вашей структуре. То есть прийти реально материальные деньги, купюры к вам домой через те потоки, которые вам в радость. Вот как они должны прийти. И они так и приходят. Ну смотрите, здесь на этом мероприятии не только люди распрощаются с долгами, научатся расставаться с долгами правильно, корректно. Я говорю неправильно, неправильно нет в нашем мире. А вот корректно это реально человек может понять, как корректно завершить все ситуации и долговые обязательства. но он сможет, каждый человек сможет реально провести анализ между всеми людьми, с которыми он имеет энергообмен, денежный энергообмен, партнерские отношения и определить, самое важное, определить эти долги. Как вы поняли, в логическом уме, то есть когда мы здесь сейчас, это невозможно сделать. Опять же, мозг блокирует. Только когда мы входим в подсознание, только когда у нас есть возможность войти в подсознание, только тогда мы можем провести этот анализ и увидеть, пройти путь и увидеть. И увидеть этих людей, с которым вы имеете осознанные и неосознанные адамы. Вот эти, что неосознанные, это как раз пример, когда женщина неправильно закрыла, неосознанно откинула этот долг и он завис, и у того человека завис. Тот-то человек тоже думает, почему принес эти 205 тысяч, просто так, что у него лишнее? Нет. Человек реально осознал, он тоже включился в этот энергиообмен, когда она проработала, и ему тоже стало понятно, что он не имеет так права поступать, просто не имеет права, потому что у него будут деньги утекать, а скорее всего у него утекали именно такие суммы, сколько бы он не работал, у него эти суммы и утекают. Вот в чем дело. Поэтому необходимо закрыть эти неосознанные долги. Не просто допошел, а именно корректно. Я это говорю, научить мозг закрывать долги. Дальше научимся создавать, прописывать свой денежный потенциал на весь год по всем жизненным аспектам. Вот. Видите? Вот такая карта. Это карта Фэншуй. Ее многие называют карта желаний. И я на эту карту каждый год создаю определенный денежный поток по всем секторам. И именно эту методику, свою методику, я вам и буду предлагать для обучения. По этой методике, по каждым секторам, видите, каждый сектор, ну что значит? Это здоровье. Здесь что у нас? Любовь, слава. На каждый именно сектор необходимо создать денежный поток, денежный запас. И потом анализировать весь год проводить анализ. А в конце года все это увидеть, проанализировать, как это у вас прошло. И на следующий год по этой же технологии опять прописать, но уже с учетом того, что у вас получилось, прибавить ту сумму, которую вы можете себе позволить освоить. Помните, мы проходили новый объем денежного объема, больший денежный объем. Это реально, его нужно научиться осваивать. А как научиться осваивать? Просто загрузить новый денежный объем, это не пройдет, потому что это непонятно. А когда вы создадите такую карту, да еще мы ее правильно зарядим, да еще мозгу покажем и на каждый сектор направим определенный создадим запас, мозгу вообще все будет понятно. У него вообще не будет возможности уйти куда-то в сторону левую и вправо. И естественно тогда у человека не будет страха, у него не будет этого страха вообще при денежной энергии, потому что он реально в конце года увидит, что да, это делаю я, я знаю как это делать. Перестанет вот это вот, уйдет программа денежная безысходность и естественно вот такие программы, как нет желаний, нет видения будущего, конечно, они тоже уйдут, потому что человек явно увидит, как создавать денежный объем на все сектора и у него естественно теперь будет много желаний, он будет увидеть, как их простраивать на протяжении всей жизни, потому что это легко, он уже знает это, как это делать, мы уже в голове это все простроим, эту структуру, и в голове она уже будет. И конечно, когда человек думает, что деньги приходят трудно, уходят легко, это тоже все убирается. и для тех людей, которые не умеют накапливать и естественно себя не умеют накапливать, они не умеют инвестировать, то им тоже это пригодится. Это совсем другая будет карта. Это совсем другая будет карта, и я вам рекомендую новую создать, чтобы она была отдельная. Она так и называется годовая денежная карта, а я ее называю генеральной денежной программой. Это мое личное название моей карты, и я ее очень люблю, я ее каждый год обновляю. Можете, там же и желание, но это мы будем говорить и уже на мастер-классе. На мастер-классе что вот чем хорошо, какую возможность мастер-класс вам даст расстаться с этим страхом потери денег и увидеть новые ресурсы. Для чего? Для приходных денег в вашу жизнь. Мозг будет работать по-другому, проработать и снять все ограничивающие убеждения, которые в подсознании у вас присутствуют. Конечно, закрыть долги уходящего года энергетические и направить эту энергию, которая высвободила. Заметьте, когда закрываются энергетические долги, высвобождается большой поток энергии. Естественно, этот поток энергии необходимо направить куда? На финансовый рост, да? На финансовый рост, естественно, и спланируем. Это дает нам возможность спланировать денежный поток налога 2021 год по всем девяти секторам. А что это значит? Это значит, что мы затронем все аспекты жизни. Девять секторов как раз затрагивают все аспекты жизни. Что входит? Групповая работа, тетработа по закрытию долгов энергетических и материальных. Продолжение игры любовь к деньгам. Групповая тетработа, тетработа, исцеление денежного ресурса. Это следующая часть, четвертая часть. И создание своего денежного потока, то есть самой генеральной денежной программы по девяти секторам на новые аспекты, на все аспекты жизни. по карте. Вот такая работа. Работа уникальная, она будет проходить не менее трех часов. Я еще час взяла, может быть нам не хватит. И смотрите, какая какой будет подарок. Подарок будет два. первый подарок будет шикарный. проработка самих подарков, принятие подарков. Напишите, кому это актуально. Кто умеет принимать подарки и у кого их много в жизни. Поставьте пять плюсиков. А кто не умеет и нет возможности, пока не умеет. Это просто пока что. Тут сразу ставят, да, минус поставьте. Давайте быстренько ставим. А я пока прочитаю комментарии. Карта супер работает. Работает все, девочки, абсолютно все. И как раз сейчас появляется ссылочка. Та ссылочка, по которой кто еще оформил заказ, может пройти прямо сейчас, оформить заказ и поучаствовать в режиме онлайн и в живом режиме. Кемерово, кто у кого есть возможность приехать к Кемерово, пожалуйста, я приглашаю вас в новелле будет проходить этот чудесный мастер-класс. Не очень с подарками. Подарки сами приходят из телена. Здорово. Две Юли, какие разные ответы. Это первый подарок. А второй подарок девочки будет королевским. Роскошный подарок. Это из моих новых наработок. Все, наверное, знают такое выражение, что ну куда богатые зарабатывают деньги? Они же с собой не перетащат в другое воплощение, в другую жизнь. Девочки, а это спорный вопрос. Это очень спорный вопрос. Деньги из прошлого тоже можно захватить и перевести здесь и сейчас. Вот этим мы и будем заниматься. Вот про этот роскошный подарок я приготовила и про него и говорила. Потому что это ценнейшая практика. И необходимо воспользоваться для создания, для увеличения здесь и сейчас денежного потока, который в прошлом копился много воплощений и создания, инвестирования в будущее. Это очень интересная работа, это новая работа, я ее никогда не проводила. Поэтому вы будете приятно удивлены. Татьяна, Ирина, уже видим ваши заказы, супер. Приходят подарки, но хотелось бы больше. Девочки, на уровне хочу ничего не работает. Я вам сейчас просто говорю открыто, от души. На уровне хочу вообще ничего никогда не работает. Знаете, сколько мне пишут в директ, Ольга, я хочу, хочу. Я же все вам даю. Но почему-то люди думают, что они все свои хотелки могут материализовать просто так, за просто так. Но я очень корректно отношусь к своему потоку, к своим энергетическим потокам. И так как я давно работаю с энергией, я работаю более 15 лет с энергией, и естественно я знаю все законы энергетические, я знаю как обмениваться с людьми. И конечно я не люблю как целитель еще плюс ко всему у меня нет желания проводить бесплатные исцеления и вводить людей в долги. Понимаете, это же человек входит в долг неосознанный, это и есть неосознанный долг. И они не понимают, ну что вам долго что ли? Ну во-первых это мое время, да, а во-вторых они просто не понимают о чем речь. Они просто могут получить эту работу, но сразу и получить долг. Равноценный долг. И это нехорошо. Ни для меня, ни для них точно. Вот это почему целители совершенно не используют эти методы. Юля, пройдите по ссылочке, пройдите по ссылочке, не бойтесь пройти по ссылочке и посмотреть описание мастер-класса. Там же не сразу с вас списываются денежки. Вот внизу моя ассистентка пишет стоимость мастер-класса 3890. Девочки, эта цена просто смешная для того, что вообще будет происходить на этом мастер-классе. На самом деле подобный мастер-класс стоит гораздо дороже. Но к Новому году это дело и плюс два подарка я решила все-таки сделать доступным. Угу. пишите если пишите мне в директ если у вас какие-то какие-то может быть возможности что вы можете там пишите договоримся. Мне в директ напишите пожалуйста что почему у вас или как вы хотите и что можно сделать мы для вас придумаем. К Новому году все получат подарки. Здесь знаете работа с денежной энергией это такой могучий вклад в свое развитие что не каждый человек это понимает. Многие хотят развиваться и открыто говорят мне денег но их не будет если не убрать из подсознания то что блокирует. человек может годами по кругу ходить ходить и ничего не выходить а может начать по другому прийти к специалисту который инновационными технологиями поможет ему из подсознания убрать эти блокировки деструктивных убеждений пересоздать перекодировать на новые и человек сразу выходит на новый уровень и у него начинается совершенно другая жизнь понимаете это совсем другой уровень абсолютно другой более того я вам скажу что квантовые методы они в следующем году они будут ускоряться и все люди будут владеть ими поэтому их не нужно обходить стороной не нужно говорить что это что-то такое запредельное это не запредельное это работа с мозгом собственным мозгом и в этом вам может помочь только квантовые технологии инновационные с которыми уже согласились ученые и которые приняли ученые которые многие уже приняли и суммируют накладывают на свои методы и успешно внедряют в жизнь поэтому это классно это все что именно на уровне подсознания это работает очень быстро это очень быстро работает я сейчас пропустила будет запись пройдете да вот эта игра она будет вставлена посылочки вот в то мероприятие в новое мероприятие где можно будет ее пройти заново а можете прям сразу видите под моим видео сразу заявка на мастер-класс новогодний денежная карта и сразу вы а из прошлых жизни долги закрываются пока мы как раз и работаем с этим Оксана как раз из прошлого согласно про то что работает только то за что заплатили бесплатно не ценится не помогает Оля благодарю за вебинар я вас благодарю девочки я благодарю вас благодарю мои хорошие что вы оценили что вы участвовали что вы с таким азартом проходили игру игра очень ценная полезная и я жду вас я жду вас на мастер-класс который изменит всю вашу всю вашу жизнь вы только осознайте что жизнь изменится она изменится реально когда-то я тоже не думала так благодарю и я вас благодарю мои хорошие благодарю за игру и за информацию благодарю тоже благодарю всех благодарю девочки с наступающим новым годом мастер-класс будет уникальный и когда я пойду войду в поток там может прийти еще что-то новое ну и сейчас заканчиваем заканчиваем нашу онлайн игру желаю вам в новом году чтобы деньги приходили из самых легких источников чтобы вы научились работать с денежным энергиям с денежным потоком чтобы у вас новые ваши программы включились легко комфортно и вам легко было создавать денежный поток легко принимать легко множить копить множить инвестировать и чтобы у вас всегда было ощущение всегда было ощущение любви к деньгам и вы точно знали что деньги тоже вас любят потому что денежные энергии это же вход в будущее на будущие рубежи это же то что нам позволяет осваивать новые рубежи покупать обучение проходить эти обучения которые у нас двигают двигают и двигают и не закисать в болоте которое люди почему-то любящим словом таким называют которое даже не хочу говорить не будем говорить о плохом я желаю вам чтобы у вас было много предложений и много ресурсов которые вы могли бы использовать для себя для улучшения своей жизни с наступающим новым годом да игра супер конечно супер желаю нового года чтобы в новом году у вас был супер достаток ну и до встречи на новых мероприятиях всего вам доброго и светлого с вами как всегда я Ольга мира до встречи на мастер-классе пока-пока и вам всем благ желаю и вам и вашим близким чтобы у всех хватало денег чтобы деньги всегда пребывали и вы были довольны этим чувство довольствия чувство довольствия довольствия тоже необходимо взрастить и новым ресурсом его структуру запустить чтобы оно проросло ну пока-пока